Друзья, всем привет! Вы у меня на канале и у нас новая беседа с Дмитрием Некрасовым. Здравствуй, Дима. Идея этой беседы родилась спонтанно после прочтения постов на странице Димы в фейсбуке. Они были посвящены патриотизму, чему там еще, суверенитету и прочим базовым вещам, которые в том духе, который мы недавно с Ощелином, несколько месяцев назад, начали разбирать. Я подумал, что это может быть интересная серия бесед, поскольку Дмитрий по образованию историк, как и я. Нет, в том-то и дело, что я не историк, я экономист, но дело состоит в том, что просто особенно в России патриотизм и разговоры про суверенитет являются столь важным фактором, влияющим на экономические процессы, что тебя волей-неволей как бы заставляет тебя задуматься о том, как это возникло, почему так сложилось и как это на все влияет. Меня-то в конечном итоге интересуют скорее экономические процессы, но как мы понимаем, культура, мифология общества, они очень сильно и впрямую влияют на экономику и на благосостояние этого общества. То есть, скажем так, если мы говорим о какой-то конвусерии, то как возникли мифология патриотическая и ценность суверенитета, и как это влияет на благосостояние, я бы так скорее заглавил. Но, да, начать я предлагаю просто как раз действительно скорее больше с исторической части о том, скажем так, патриотизм как военная технология. Я бы вот именно сегодняшний разговор бы таким образом заглавил. Давай. И чтобы про это говорить, сначала позволю себе некоторую историческую зарисовку. Вот если мы будем смотреть на армии античности, начиная с греко-персидских войн и заканчивая даже уже средними веками приходом варваров на территорию Римской империи, мы увидим, что эти армии были преимущественно пешими. Тогда не было ни сёдел, ни стремян. Соответственно, с коня было сложно рубить, сложнее стрелять, и фактически невозможно наносить удар пикой, потому что всадник сам бы вылетел с этого коня. Армии были преимущественно пешими, они были преимущественно массовыми и с достаточно относительно дешёвым, однотипным вооружением. В этих условиях побеждал тот, кто умел хорошо мобилизовать своё население. То есть, если мы, допустим, вспомним греко-персидские войны, то, в общем-то, фактически все греки, жители полюса становились военно обязанными, несмотря на совершенно масштабное несоответствие размеров держав, тем не менее, смогли более-менее эффективно противостоять персидскому нашествию. Если мы посмотрим, допустим, на пунические войны, то Рим победил Карфаген не потому, что римские военачальники воевали лучше, они, в общем-то, воевали хуже в среднем, а потому что Рим невероятно быстро мобилизовывал новые и новые части. Вторую пуническую войну Рим начал, когда у него было шесть легионов. Только в битве при Каннах он потерял восемь легионов, а последние годы войны у него их было двадцать пять. Ганнибал последовательно бил армию за армией, а Рим последовательно тут же призывал, мобилизовывал новые. Соответственно, для этого была там определенная, важна мифология. То есть, понятно, что важна была еще дисциплина, но дисциплина тоже проистекает из того же самого принципа, который позволяет мобилизовать много людей. То есть, нужна мифология защиты отечества, своего родного дома и так далее, чтобы люди понимали, что это нормально. То есть, чтобы обычный человек, который просто пахарь, не просто пошел согнанный под угрозой в армию, но еще и там как-то воевал самоотверженно. Для этого нужны были определенные идеологические предпосылки. Мы к этому вернемся, это будет основная тема разговора, пока сейчас просто такую короткую зарисовку. Когда варвары пришли на территорию Римской империи или даже несколько раньше, когда, скажем так, Римская империя перешла от стратегического наступления на варваров на севере к стратегической обороне, это произошло в общем-то во втором веке, даже где-то в первом веке, то есть еще раньше, до всякого глобального кризиса Римской империи. В чем тоже было отличие Римской армии от армии варваров? Варвары – это был народ войска. То есть, опять-таки, неважно, сколько у тебя всего населения в империи, но важно, что у тебя фактически все свободные граждане берут оружие, то есть свободные члены этого племени или народа и идут воевать. В то время как и Римская империя, как раз из республики превратившись в империю, она постепенно демобилизовала весь этот патриотический миф, и армия, война стала делом наемников, и отношение населения империи к размеру армии от того, когда фактически все римляне были солдатами условно во Вторую пульническую войну, перешло к совершенно другому соотношению. То есть армия составляла очень незначительный процент населения. И это было важно всю историю превосходства пеших армий. Однако, примерно в восьмом веке в Европе получают массовое хождение стремена, а стремена появились раньше, спорят когда, в третьем веке и так далее, но, скажем так, как массовый артефакт, используемый в Европе, они где-то примерно в восьмом веке начинают появляться. А стремена позволяют всаднику быть гораздо более эффективным. Соответственно, и бить, больше и стрелять, а самое главное – наносить копейный таранный удар. И с этого момента начинает резко расти роль кавалерии в европейских войнах. И происходит такая постепенная гонка вооружений. То есть всадник становится все тяжелее закован. Его, скажем так, толщина брони и количество вообще металла, который на нем постоянно растет. Потом уже начинают и коня заковывать. Это дальше, соответственно, приводит к тому, что нужно иметь несколько заводных коней. То есть если у народа войска, даже у франков, прихлодвиги, как угодно, это был каждый свободный, достаточно легко вооруженный воин, которого можно было простым вооружением вооружить, тем более ранее, то постепенно рыцарь становится все более дорогой, еще более дорогой, еще более дорогой единицей. Армии, несмотря на то, что население Европы в этот период растет, то есть там 10-й, 11-й век, армии в своих размерах уменьшаются. Огромная армия становится армией вообще в тысячи человек. Это уже очень большая армия. И при этом рыцарская конница абсолютно доминирует. То есть история многих крестьянских восстаний – это история того, как несколько сот рыцарей били несколько тысяч крестьян. А то и десятков тысяч. А то и десятков тысяч. Ну, там всегда как бы все источники, они довольно-таки склонны к преувеличению, но тем не менее происходит такая ситуация, что численность людей, вовлеченных в организованное насилие от процентов населения сокращается. Эти люди становятся профессионалами, которых прямо там с детства учили воевать. И эти люди становятся с очень дорогим вооружением. То есть в сравнении с периодом народа войск или даже с периодом Рима там или античной Греции, они безумно дороги. То есть мы с детства знаем, что там один рыцарский доспех мог стоить несколько деревень. Потому что действительно, то есть экипировать одного рыцаря – это очень дорого. Это приводит, кстати говоря, к резкому расслоению. То есть народ войска – это он социально гораздо более плоская структура, чем то, что мы увидим в феодализме. Происходит самый большой разрыв между, условно говоря, крестьянами и богатыми. И богатые же одновременно являются феодалами, условно говоря, умеющими воевать. Армии маленькие. И все-таки стратифицированное общество все так нормально, более-менее функционирует. И тут надо понимать, что в этот момент совершенно меняется мотивация тех самых рыцарей к войне. Рыцарь, если бы ему рассказали, что он сражается за какую-нибудь Германию, упаси Божию, или Францию, он бы просто не понял, про что с ним говорят. Он был лично лоялен своему графу, он сражался за графа, ну или там наш род, рыцарей таких-то, всю жизнь сражался за как бы наших графов таких-то. Ну там вера, понятно, про это мы тоже отдельно поговорим. Но это была личная лояльность, и сражался он хорошо за свою фамильную честь и за свою идеологию доблести. То есть это была совершенно другая идеологическая конструкция, которая что там, допустим, для рыцарей в средневековой Европе, что для самураев в Японии, заставляла их и объясняла им, почему они должны умирать. В общем, нормальный человек уже не очень любит умирать, но те люди, которые шли воевать за полис в Древней Греции или в Древнем Риме против Ганнибала, и те люди, которые выходили посражаться в небольших сражениях рыцарских армиев в Европе, они имели совершенно разную мифологическую конструкцию, которая обеспечивала их готовность сложить голову на поле брать. А дальше что происходит? Постепенно, ну там это некоторые связываются с распространением рыбалетов, некоторые с аркебузами, скорее связаны с огнестрельным оружием, происходит ситуация, когда пехота опять оказывается эффективнее кавалерией. И если учиться управлять всем этим рыцарским вооружением надо с детства, и даже длинный лук, чтобы из него стрелять нормально, нужно тоже, в общем-то, с детства этим заниматься, это достаточно невозможно за два года научиться, то аркебузой человек может научиться управлять буквально в течение нескольких месяцев. Это очень просто. И с изменением, опять-таки, вооружения, опять пехота начинает теснить конные армии. Это приводит к тому, что опять численность этой пехоты является ключевым, потому что в рыцарский период это была не столь важная численность, сколько качество и мотивированность этой небольшой группы людей, вовлеченных в организованное насилие. А с 16 века и дальше ситуация меняется, и чем дальше, тем больше меняется, потому что армии становятся все более и более массовыми. И на самом деле самые массовые армии мы видим в период двух мировых войн, и в тот же самый период мы видим самое низкое неравенство. То есть, грубо говоря, ситуация, когда у нас войной занимается группа высококачественных профессионалов, хорошо вооруженных, и ситуация, когда у тебя опять народ-армия, это две ситуации, которые полярны с точки зрения социального и экономического неравенства в обществе. Максимальное неравенство – это как раз феодальное неравенство, а массовые армии, они как раз ближе к более плоской системе неравенства. И при этом мы видим, опять-таки, изменение мотивации этих армий. То есть, появляется то, что мы говорим, национальное самосознание, оно постепенно возникает, эволюционирует, и таким образом, большую массу людей гораздо сложнее мотивировать идти умирать на принципах фамильной чести. Но просто не будет столько фамильной чести. Фамильная честь – это все-таки рода, которые все друг друга знают, это небольшая группа, которые все друг друга знают. Более эффективно их говорить, что они там идут умирать за веру или за свое отечество. И, соответственно, опять-таки, меняется мифология, которая обеспечивает военную мобилизацию. Это я сначала сделал такую зарисовку, а теперь все-таки пройдемся подробнее по мотивам. Люди вообще, в принципе, не любят рисковать собой и жертвовать собой. В то же самое время, в бою тебе все равно нужно, чтобы кто-то жертвовал собой, и нужно, чтобы кто-то там сражался не на страх, а на совесть. И самое главное, в общем-то, все средневековые, особенно, воины, они, как правило, имели очень низкий порог приемлемых потерь для армии. Редко, очень редко, когда победившая армия могла потерять больше 5% своего личного состава. Как правило, это вообще единица процентов. То есть при преследовании побежденной армии убегающие могли там утонуть в реке, там, ну, их там порубили, потерять много. Это да. Но, грубо говоря, победившая армия, потерявшая больше 5%, это нонсенс, потому что если она даже потеряла 3-4%, как правило, она уже побежала. Уровень приемлемых потерь был всегда довольно-таки низким для большинства армий. А низкий уровень приемлемых потерь, это на самом деле, сколько у тебя людей, которые готовы сейчас умереть в этом бою, пожертвовать своей жизнью, или, по крайней мере, не убежать, когда высокий риск. То есть уровень заряженности, он всегда очень важен. И что может зарядить людей? Какие мотивы? Есть три базовых мотива. Это корысть, страх и высокие идеалы. Большая часть всех армий в истории человечества, конечно, были движимы к корыстью. То есть всякие там древние хеты, дарьи и все прочие, они, понятное дело, да и, в общем-то, все. И в более поздние периоды, и даже в современных войнах, всегда какой-то корыстный мотив, как мотивация, там орден дадут, там лычки новые получишь. Он всегда присутствовал. Ну, конечно, корысть не может, ну, малоэффективен, как главный мотив. И как раз он менее всего эффективен, чтобы мотивировать людей к тому, чтобы жертвовать собой. Страх. Страх очень эффективная штука. И у древних римлян были там децимации, да. А уж в, допустим, там, армиях Второй мировой войны, особенно там советская армия, всевозможные там заградотряды, там и так далее, конечно, страх может мотивироваться. Но примеров того, как большую вооруженную группу людей можно управлять только страхом, ну, или там страхом и корыстью, очень мало. То есть, пожалуй, единственный пример, который приходит в голову, это армия Чингисхана, которая тоже была построена, у которой тоже были свои заградотряды, которая там тоже проводила принудительные мобилизации на территориях покоренного населения, и гнала против противников, в первую очередь, принудительно мобилизованных, предшествующих завоеванных, да, а сама обеспечивала функцию заградотрядов. Но в большинстве случаев сам по себе страх без высоких идеалов, которые оправдывают применение этого страха к тем, кто не соответствует этим высоким идеалам, работает плохо. То есть, для того, чтобы был, чтобы страх, обеспечивающий дисциплину в армии, мог нормально работать и право применяться вниз, и эта армия против тебя же не обратилась, тебе нужна вот конструкция, какая-то идеологическая конструкция, которая оправдывает, почему вот эти меры обеспечения страха применяются к своим же. То есть, децимация довольно редкая такая вот история, скажем так, ее очень тяжело осуществить. В народе войске она была бы невозможна. Да, я объясню, потому что многие еще не знают, что только децимация. Децимация для каждого десятого в римской армии казнили, ну, там, в легионе или в центурии, в каком-то... В жребе, да. Да, если там провинились по какой-то причине, то такая практика была распространена. Легион побежал с поля боя, или там, как город побежал с поля боя, соответственно, каждого десятого по жребию просто казнили. То есть, такой вот институт. В народе войске такой институт просто невозможен. Они того вождя, который что-то подобное скажет, они его тут же сразу сменят. Это просто нереально. А для такого института, чтобы он был в своей же собственной армии, а именно вот все эти жесткие дисциплинарные меры римской армии обеспечивали ее, в том числе, эффективность на определенном периоде, тебе нужен какой-то мифологический комплекс. И, соответственно, эти мифологические комплексы обозначены как высокие идеалы. И эти высокие идеалы тоже делятся на три группы идеалов. Ну, первое, она всегда работала. Это там личное место в истории какое-то, там прославится как герой. Ну, и все те же самые соображения там фамильной чести, про которые мы уже говорили про рыцкий. Это работает на небольших армиях военных профессионалов, как правило, знатных. То есть, в любой армии будут люди, которые будут проявлять героизм, чтобы там им как бы ставили памятники или чтобы их любили девушки. Но это незначительнейшее профессиональное меньшинство, их очень мало, да. В целом, высокую мотивацию к самопожертвованию, идеалы вот таких личного какого-то вклада в профессиональные фамильные чести, они могут работать только в очень профессиональных армиях. То есть, да, есть профессиональные военные там касты. Это та же самая мотивация, которая была до этого у рыцарей, там у феодалов, условно говоря. То есть, это неприменимо к массовым армиям. Второй блок таких мотиваций – это, скажем так, религиозные вещи. И здесь очень хороший пример, который вот просто нужно обязательно рассказать, это пример арабских завоеваний. Вот на дворе седьмой век. Есть Византийская империя, которая находится на... переднем крае технологической мысли того времени, у которой там закованные тоже в тяжелую броню катафракты, там куча всего, которая находится на переднем крае тактической мысли. Они строят укрепления, у них там система снабжения. То есть, ну, это... Ну, армия, понятно, там, со всеми особенностями того времени, тем не менее, ну, которую, как мы себе представляем, как армия, которая умела правильно там окапываться, умела правильно ставить лагеря, у которой руководящий состав что-то читал, каких-то авторов по римской стратегии и всему прочему. И самое главное – их больше. То есть, если брать арабских авторов, то там вообще выходит, что византийская армия была в несколько раз больше, чем противостоящие им арабы, но даже если там брать всякие альтернативные оценки, все равно это не полчища арабов пришли. Полчища были на другой стороне. Вообще, почти всегда это... У нас миф точно так же, как это о монгольском нашествии, что пришли какие-то полчища. Кочевая цивилизация, которая живет там в пустыне или в степи, она по определению, по плотности населения в несколько раз меньше, чем земледельческая цивилизация. Людей там просто физически меньше. И хоть там народ войска, тем не менее, как правило, и те же самые монголы, их было меньше, а не больше, чем те, на кого они нападали. То есть, как правило, армия тех, на кого они нападали, были больше по численности. И здесь, тем более, численность византийской армии была, скорее всего, как минимум не меньше при тотальном техническом превосходстве, а, скорее всего, больше, чем нападавших арабов. И вот что происходит. Одна из первых битв, битва при Муте. Там, короче говоря, арабы нападают на византийскую армию, их громят, они еще раз нападают, их громят. Там последовательно четыре командующих этой арабской армии гибнут. То есть, ну, там, был один командовал, его убили, тут второй командовал, его убили, там, третий и так далее. Дикое количество крови, всех огромнейшие потери. Ну, и в итоге арабы отступают, но византийцы даже просто попаялись их преследовать, потому что такой накал битвы их просто как бы... Шокировал. Шокировал, да. То есть, при том, что, ну, по всей видимости, арабы нападали на большие по численности и гораздо более качественные с точки зрения управления войсками, там, вооружения. Арабы, у них нет тяжелого, как бы, тяжелого вооружения, скажем так, брони, там, и так далее. Ну, а потом решающая, по сути, битва при Ермуке, где то же самое повторяется, только с другим результатом и с гораздо большими потерями. Арабы нападают, несут потери, византийцы нападают, обращают арабов в бегство, но арабы возвращаются. Византийцы еще раз бьют, они опять бегут в бегство, но разворачиваются и опять нападают. И так три дня подряд. То есть, битва длится три дня. И в конечном итоге византийцы, которые, по всей видимости, к какому-то определенному моменту этого сражения понесли в несколько раз меньшие потери, чем арабы, они просто побежали, потому что для них приемлемые потери были гораздо меньше, чем для арабов, которые несколько раз бросались в бой. А почему арабы бросались в бой так несколько раз? Да потому что им придумали сказку о том, что шахид, погибший во имя борьбы с неверными, попадает сразу в рай, где есть все эти там гурии, там все эти девушки, которые девственницы, там вино можно пить и все, что угодно делать. Отдыхать. Система удовольствия. С чем это ритмуется? Это очень хорошо ритмуется с викингами. А у них же была точно такая же байка, что для того, чтобы попасть в Вальхалу, ты должен был погибнуть в бою. Если ты не оружие, не оружие в руках погиб, то ты в Вальхалу не попадешь. И что приводило к тому, что некоторые викинги там среднего возраста специально даже иногда искали там смерти в бою, чтобы попасть в Вальхалу. Это абсолютно такая же конструкция. И мы помним, что викинги, а это та же самая история, что про арабов, а викинги, они же терроризировали огромную территорию Европы, не имея, как минимум, не имея численного превосходства. И, в общем-то, там, по крайней мере, на первом этапе точно не имея никакого технического тотального превосходства над европейскими армиями. Тем не менее, они там Париж брали, там много чего делали. То есть они грабили пол Европы, как хотели, плавали где хотели. Опять-таки, почему? Нормальный человек, он, в общем-то, не очень хочет умирать. Ты, как сказать, ты, пока наши побеждают, да, ты ведешь себя так, как социально одобряемое общество. Но как только возникает там уж сильно реальная угроза жизни и понятно, что все туда-сюда шатается, то ты, скорее всего, убежишь. Человек, который обработан таким образом, что он знает, что погибнув, он попадет в рай и реально в это верит, он может продолжать бой в условиях, когда, ну, как сказать, объективно, шансов-то никаких нет. Но в силу важности, приемлемости, потерь, это, еще раз подчеркиваю, это очень важная вещь для армии того периода, ты можешь иметь в 10 раз меньше людей, но если у тебя готовы умереть половиной и не побежать, а у тех, у кого в 10 раз больше, там, достаточно 2-3%, чтобы они побежали, в 10 раз большая часть убежит, а в 10 раз меньше. Просто, ну, там, спаси нас Бог от ярости норманов, это вот именно ярость норманов и, условно говоря, успехи арабских завоеваний, они очень похожи. И на самом деле, я, конечно, тут не понимаю. Потому что смерть это возможность. В таком подходе смерть это не проблема, это возможность, переход к другому качеству жизни и в том мире. Ну, да, или так, да. И причем тут что, я, конечно, этого не пустулирую, как единственная причина. Понятно, что все, о чем мы говорим, это в некотором смысле спекуляции, но, тем не менее, надо заметить, что нормандские завоевания закончились фактически одновременно с христианизацией викингов. Вот эти два процесса, как бы, ну, они, что они растянуты были там тоже на какое-то столетие-полтора, но, тем не менее, христианизация, по сути, означала и конец их тотального военного доминирования в Северной Европе. А арабские завоевания, ну, точнее, эффективность этой технологии, она закончилась тем, когда арабы, вместо того, чтобы воевать с немусульманами, начали воевать друг с другом. И вот здесь возникает проблема этой религиозной мобилизации. То есть, еще раз, религиозная мобилизация это очень эффективная военная технология. Она по своей эффективности может там быть сравнима с изобретениями каких-то физических новых видов вооружений, причем иногда даже превосходительных, потому что более продвинутые, то есть, византийцы-то точно были там на порядок более технически продвинутые, чем арабы, но, тем не менее, они были биты, потому что арабы изобрели такую социальную технологию. Социальная технология это для военной конкуренции, что называется, часто гораздо более важная вещь, чем технология физическая. И, соответственно, как только вот это предел использования религиозной технологии, как только у тебя оказывается, что с двух сторон мусульмане, у тебя вот эта логика мобилизации перестает работать. И это как раз ограничение по сравнению с третьим видом, вот как мы говорили про высокий идеал мотивации самопожертвования, так называемый этнопатриотизм. То есть это патриотическая мотивация. И здесь мы обратно вернемся к Древней Греции, потому что, по крайней мере, из известного нам, то есть, может быть, все это где-то когда-то, конечно, давно и было, но из известного нам по источникам первые, кто изобрел патриотизм в этом виде, причем изобрел именно как военную технологию, были вечно воюющие друг с другом греческие полисы. Вот такой пример. История про 300 спартанцев. Вот мы из истории 20 века, там только из Второй мировой войны, знаем тысячи таких примеров, тысячи, когда люди оставались там прикрыть отступление своих, жертвовали собой, чтобы продержаться какое-то время, чтобы те могли пройти, ну, такого рода вещей. Всех армий, всех участвующих сторон. Таких примеров тысячи. И они нас совершенно не удивляют. почему мы столько знаем пересказов этой истории про 300 спартанцев, и она была столь знаменита в античном мире. Потому что это был совершенно новый тип поведения, и так никто себя до этого не вел. Это для армии, мотивированной условной только корыстью, там, как вот там завоеватели древности, там условно говорят, те же самые персы, например, такое поведение, его невозможно было требовать от своих подчиненных. Это возможно только в том случае, что люди готовы идти на некое самопожертвование из-за вот этих высоких идеалов службы, условно говоря, полюс. И вот греческие полюсы, ну, особенно подъем этого всего, мы знаем, по крайней мере, возможно, он был и раньше, мы знаем его в связи с греко-персидскими воинами, они вот тогда впервые нормально сформулировали вот эту вот, скажем так, патриотическую технологию мобилизации населения для защиты от внешних захватчиков. И что здесь очень важно? Эта технология, она, она ведь не обеспечила им лучшей жизни. Вот если мы посмотрим на результаты греко-персидских воин, то там было достаточно много полюсов, которые спокойно сказали, что мы будем, да, будем платить дань персам, и дань была очень необременительна, это, в общем-то, было, ну, вряд ли сильно сказывалось на повседневной жизни обычных граждан этих полюсов. Однако Афины были сожжены, да и вообще много городов на Пелопонессе были там сожжены, огромное количество там спартанцев и афинян и прочих погибло во всех этих войнах. то есть с точки зрения непосредственно граждан этих полюсов жизнь от того, что они выиграли в российские войны, у них не улучшилось, скорее ухудшилось. Ну, то есть, понятно, что после этого, благодаря этому, там, те же самые Афины там создали союз, смогли привлекать деньги, но это там некие отдаленные последствия, да, а в моменте тут уж точно, уж точно не улучшилось, ухудшилось, но политические образования усилились. То есть, вот этот миф, весь комплекс о том, что там нужно защищать свою землю, что твоя судьба неразрывно связана с судьбой твоего государственного образования, что уж не важно, что, условно говоря, где-нибудь в империи древних персов идея того, что твоя судьба неразрывно связана с судьбой империи древних персов показалась бы безумно странной, ну, просто безумно странной человеку, потому что, ну, как бы это, там, как большие образования политические друг с другом решают какие-то свои вопросы, а я как платил дань, так и буду там платить дань, неважно этому или этому, да, точно так же, опять-таки, в высокое средневековье, когда патриотической мобилизации не было, как мифологического комплекса, любому там крестьянину, ну, по крайней мере, большинству крестьян показалась бы странной мысль, что вот плохо, что нашу деревню тот граф, от нашего графа забрал другой граф, потому что крестьянин, в принципе, абсолютно индиферентный, ну, реально, с точки зрения его условий жизни, он будет под тем графом или под этим графом находиться, что, то есть, чтобы заставить крестьянина умирать ради своего графа, нужно над крестьянином произвести многовековую идеологическую обработку, где надо будет рассказать, что есть свое, что есть понятие родина такая, такой сынок и так далее, да, в греческих полюсах это было проще, потому что эти полюсы были маленькие, мысль о том, что благополучие полюса, скажем так, оно прямо влияет на благополучие непосредственно его гражданина, она была наглядной, и вот эта патриотическая мобилизация и патриотическое воспитание, все эти безумные рассказывают, помнишь, это про лисенка, который был в внутренности спартанскому мальчику, который шел, потому что, ну это же вот, ну как бы так, если за здравом уме подумать, ну это же просто какой-то бред, ну то есть, ну это абсолютно иррациональный бред, но тем не менее, вот эта мифология, она же, это вот не одно слово, типа давайте умирать за наш полюс, а это целый набор мифов, это целый набор рассказов про то, как такое-то пошел, а этот с марафонской битвы побежал, бежал и умер от того, что бежал, тоже пожертвовал собой ради полюса, это идеология самопожертвования ради политического образования, государственного политического образования, то есть, это технология, которая по сути является военной технологией, которая по сути своей, как правило, либо нейтрально, либо резко негативно влияет на благосостояние населения, которое охвачено подобной идеологией, однако, если мы берем как единицы естественного отбора не людей, и забываем про его благосостояние, а рассматриваем как единицы естественного отбора политические образования, то очевидно, что те политические образования, которые используют эту технологию, в естественном отборе Дарвиновского, что называется, выигрывают долгосрочно у тех образований, которые эту технологию не используют. И когда, скажем так, в античности была борьба различных государств, то в итоге и победил Рим, где был тот же самый сильный миф, который позволял Риму мобилизовывать, а Карфаген воевал наемниками. То есть Карфаген имел много в чем превосходил, условно говоря, Рим, но у Рима была эта мифология, которая позволяла в том числе из тюрьмы выпускать, иммобилизовывать, из тюрьмы брать людей и рабов даже отпускать, потому что и рабы тоже были охвачены, чтобы они вступали в легионы, то есть когда никого не было, там просто всех с 14 лет просто заметали в армию, потому что нужна была армия. В Карфагене этого было сделать невозможно, потому что там не было такой идеологии. Ну, мы, по крайней мере, предполагаем, потому что данных, конечно, про Карфаген у нас меньше, но тем не менее факт остается фактом, что это совершенно разные устройства. И они римские, самое главное. Данные по Карфагену ж римские. Да, понятно, что мы всегда находимся в некотором, там, много где приходится домыслами закрывать отсутствие объективных данных, но тем не менее, то, что армия Карфагена состояла преимущественно из наемников, а римская армия была основана на принципе поголовной мобилизации, это факт. И вот, как я говорил, что вот эта поголовная мобилизация, ну, за исключением одного премьера Чингисхана, я долго на эту тему думал, она никогда невозможна без сопутствующей религиозной либо этнопатриотической мифологии. То есть, чтобы ты смог всех не просто собрать, но, то есть, ты просто соберешь пахарей, которые только и думают, как убежать, они просто, они разбегутся при первом ударе, они не будут ни с кем реально воевать, да. До заград отрядов, до Чингисхана пока еще никто не додумывался, да и после Чингисхана их применяли очень мало, да, то есть, это такая вот тоже достаточно редкая технология вообще. А глобально, чтобы у тебя пахари пошли воевать и самоотверженно воевали, ты им должен с детства рассказывать про лисенка там, про то, как братья Гракхи боролись или еще, ну, вот какие-то такие вещи. И понятно, что дальше, вот в средневековье, эта технология была демобилизована во многом потому, что военное дело, как я вначале говорил про стремена и прочее, военное дело повернулось таким образом, что надобность в больших пеших армиях отпала. Ну, то есть, даже, бог с ним, пеших, конных, надобность мобилизации большого числа населения для ведения успешных войн, она на какое-то время отпала. И когда она отпала, эта патриотическая мифология была полностью демобилизована, про нее вообще забыли. Ее обратно всю эту гражданскую там, типа, что мы там за поле, за прочее, ее уже в Италии, в Ренессансе начали там обратно реанимировать в эпоху Ренессанса. А потом уже там с французской революции по полной программе начали как раз тогда вот этот термин, и там патриотизм, и гражданин, это все там, ну, сначала война за независимость, ну, и главная, конечно, французская революция, которая, после которой, в принципе, в Европе опять возникли массовые армии, и которые становились все дальше и дальше все более и более массовыми. А суть не меняется, что вчера был граф, что сегодня сидит какой-нибудь человек там, допустим, в Кремле, неважно где. И по большому счету тот, где пройдет граница, это просто возможности этого одного человека больше или меньше идут шоки на переговорах. Они на реальное благосостояние живущих по обе стороны границы, ну, очень мало влияют. Что они будут в этой стране быть, что в этой, на самом деле, как правило, мало влияют. С редчайшими исключениями, этих исключений не так много. Но эти люди, обычные крестьяне или там бухгалтера вчерашние, идут воевать там за родину, за Сталина и умирают. Ну, при наличии, что если бы это патриотическое, либо, ну, вот у нас религиозная технология, она трансформировалась в идеологическую. То есть там за коммунизм за него умирали точно так же, как за халифат. Или за нацизм. Ну, или за нацизм. Да, абсолютно аналогично. То есть мы построим там типа рай на земле. То есть коммунизм это некий аналог рая. И ради того, чтобы там либо человечество жило при коммунизме, либо арийская раса жила, наши потомки жили хорошо. Но все равно и там, и там не обошлось без вот этой этно-патриотической, вот этно-национальной патриотической мифологии. Потому что она имела гораздо большую, более длинную историю развития. То есть литература, очень много вот там национальной мифологии каких-то примеров, живопись, театральные постановки. То есть почему Сталин был там, условно говоря, в середине войны вдруг вынужден был вернуться ко многим там истокам, и к церкви, и даже к казакам, и к чему угодно. И у нас вдруг русский народ и братья и сестры. Ну потому что новая религия коммунизм не обладала еще тем пластом, мобилизующим, достаточным, какой там 200 лет рассказывания о том, что мы должны за Великую Русь, за царя и Отечество умирать. Ведь вот тоже, это ведь все произошло достаточно за короткое время. Вот это вот то, что нам кажется сейчас, что это данность, что так было всегда, это вот совсем не так. Да, большое заблуждение. Да, это огромное заблуждение. Большую часть истории человечества не было вот таких мифологических комплексов, и люди, да, действительно были либо лично лояльны кому-то, либо там воевали за конкретные финансовые интересы. И простое население, как правило, ему было все равно, кто у тебя нынче тобой правит. История про не все равно по-настоящему начинается с истории как раз религиозной мобилизации. Что вот они мусульмане, а мы там типа католики, и ведь эта технология религиозной мобилизации, она потом вернулась на восток в виде крестовых походов. Потому что как бы, и она даже, и ранее того, она была мобилизована той же самой Византией, что про защиту веры они заговорили. То есть, когда они воевали с Ираном, там про веру речи не шло, да, когда с арабами, вот мы там защищаем тоже святую веру. То есть, эти комплексы, они там постепенно туда-сюда плавают. Но вот, если мы говорим про то, что мы сейчас считаем как норму, как вот патриотизм национальный и так далее, даже если посмотреть на 18 век и посмотреть на всех товарищей дворян, которые перемещались от одного двора к другому, направо и налево, куда угодно. И там, ладно, понятно, в России там вообще огромное количество приехавших было, там кого угодно. Немцев, шатландцев, голландцев. Шатландцев, да. Наполеон случайным образом не поехал в Россию, ему должность не понравилась. С понижением в Чини, да, его брали в Екатерининскую армию, а так бы поехал, на в Чини бы не понизили. Но ведь это же не только касается, а Евгений Савойский, там, например, великий австрийский полководец, он вообще откуда? Ну, там, примеров может быть масса. То есть, еще даже в 18 веке, вот, то самое дворянство, оно больше исповедовало принципы личной лояльности. И воевали за конкретного царя, а не за отечество. Вот даже, там, условно говоря, вот то, как мы сейчас описываем, не знаю, там, отечественную войну 1812 года, это в очень большой степени приписывание, ретроспективное приписывание некоторых особенностей, которые действительно имели место потом, ну, например, во Вторую мировую войну, там, или когда-то, тем событиям, которые происходили в войне 12-го года. На самом деле, многое из того, что, как мы сейчас видим, оно было совсем по-другому. То есть, оно реально, этот миф тогда только, вот, становился. То есть, понятно, что какое-то национальное самосознание в Европе, как обычно пишут, началось, там, едва ли не со столетней войны, когда, там, французы начали чувствовать, что они французы и так далее. Но это, ну, то французы, да, вот в Россию, ну, и в целом, скажем, как какой-то мейнстрим, это, скорее, пришло, это вот уже, как раз, там, конец 18-го, начало 19-го века, когда это уже становится действительно важным фактором. А дальше... На самом деле, Франция тоже создавалась, ну, в нашем понимании, она как раз была создана в ликой французской революции и наполеоновскими войнами, наполеоновским кодексом, там, и прочими вещами. Когда произошла унификация, там, потому что Франция же тоже очень разная, там, множество диалектов, и она не была однородной. Да, безусловно, окончательная оформленность этого мифа, который мы сегодня, как бы, считаем как постоянную данность, она произошла именно после Великой Французской революции. Она идеологически, там же люди были пишущие, они там все это, потому что ты гражданина, поэтому там, и так далее, да, она идеологически стала лучше прописана и стала так восприниматься. Потому что до этого максимум была мобилизация, что ты там либо православный, там, католик, протестант и так далее, то есть люди готовы были самопожертвоваться ради таких общностей, а не из-за того, что я, как сказать, вот я там австриец, а ты чех, да, это вот гораздо меньше роль играло, а дисперсность проживания разных народностей была гораздо больше, особенно в центре Европы, и, ну, вера была гораздо более определяющей вещью, чем какие-то вот этнопатриотические вещи. Но просто, когда это стало доминирующей технологией военной, те государства, которые не умели по каким-то причинам ее использовать, они просто сошли с исторической сцены. А те, как раз, которые хорошо разыграли, допустим, немецкую карту объединения Германии, там, как Пруссия, на эту сцену вошли, потому что до этого они, в принципе, ну, как сказать, не были, по крайней мере, столь значимым государством, как именно на подъеме, да и объединение Италии тоже произошло на подъеме именно вот этого национального мифа, но о которой, вот, ну, действительно, цепочку событий запустила, скорее, как раз французская революция. Вот. И вот что еще важно сказать, что нам кажется, что, вот, допустим, там, человек, который, там, жертвует жизнью, там, сражаясь под Москвой, там, с фашистами, нет, фашисты, типа, абсолютное зло, давайте возьмем какой-нибудь другой пример, там, защищая Севастополь от, там, англо-французов в Крымскую войну, или, там, неважно, что защищая, там, ближе примеры не будем из-за экспорности брать, он, вот, он жертвует жизнью во имя, во имя святых каких-то идеалов, там, это правильный, хороший поступок. А шахид, который себя взорвал, или викинг, который хочет попасть в Альгалу, и поэтому просто бросается на всех и рубит народ, пока его самого не убьют. Это какие-то кровожадные, ненормальные, которых, как бы, чья мотивация нам непонятна. Но это потому, что у нас такая культурная оптика. Мы выросли в обществе, где мифология, условно говоря, вот это, это государственного, такого, интернационального патриотизма является доминирующей. И поэтому нам это кажется отличающимся разными событиями. Одно хорошее, а другое плохое. На самом деле они ничем не отличаются. А люди приносят себя в жертву неким абстрактным идеям. И любая абстрактная идея... Овладевшая массами, становится материальной силой, как говорил классик. Она, овладевшая массами, становится материальной силой, очевидно. И она является, по сути, военной технологией, которая позволяет тем государственным политическим образованиям, которые имеют эту технологию, побеждать те, которые не смогли ее имплементировать в себя, что называется. Поэтому будьте убедительны. Будьте убедительны. И тогда вы много завоюете. И тогда будет у вас хорошо все не только в следующей жизни, но и в этой. Вот где-то так получается. Не, ну на самом деле, это, конечно, опять-таки с экономической точки зрения. Ну тут можно подойти просто к немножко другой теме. Но очевидно, что, как правило, любые отстаивания суверенитета, что называется, они могут положительно сказаться на благосостоянии отстаивающих только в том случае, если это борьба против менее развитого завоевателя или менее развитой метрополии. Таких случаев в истории очень мало. Ну там можно говорить про то, что Финляндия или там Прибалтика им действительно пошло на пользу, условно говоря, отсоединиться от России, неважно, но там африканским колониям получить независимость от европейских колонизаторов или там Средней Азии получить независимость от России, это им на пользу совсем не шло. Экономически они от этого теряли. То есть, грубо говоря, всегда надо понимать одну простую вещь, что от суверенитета выигрывает только очень ограниченное число людей в элите. От того, насколько сильна страна на международной арене, какая там она велика и так далее, это, по сути, благо, которое потребляет там ну сто человек, которые сидят, неважно, где в Кремле или в Белом доме. Это очень небольшое количество людей, которые получают этого, ну, даже пусть не материальное, но какое-то благо, а то и материальное, просто там рулят большим объемом территории и получают денег себе, сидя в Петербурге с дополнительных поместьев. А основное население, оно от этого может только потерять. Случаев, когда, условно говоря, эксплуатация колоний была позитивной для основной массы населения, их колоссально незначительно число. Это очень короткий период времени, конец там, условно, 18-го, начало 19-го века, Англия. Пожалуй, вот я других, ну, Рим, да, Римская империя, определенный период, примеров, когда основная масса населения вдруг выигрывает от величия внешнеполитической мощи страны, это их исчезающее малое число, а обратных примеров огромное количество, когда основная масса населения несет огромные, интересная причем, история в плане Российской империи, это же вообще история, где единственная война, в результате которой народ стал жить лучше, это как раз Крымская война. Вот проигранная Крымская война это единственный, как бы, пример, это то, что действительно надо праздновать, это единственный пример того, как в результате войны население в массе своей стало жить лучше, Как правило, все выигранные войны приводили к тому, что население от этого жило только хуже. Россия, конечно, может быть, девиация в другом направлении, но, как правило, для большинства населения это просто, ну, ими манипулируют совершенно бессмысленно вне его интереса. Для большинства населения абсолютно неважно, на какой территории они живут. Если это две страны равного уровня развития, то им неважно, с какой стороны границы они живут. Важно это только для людей, которые сидят в столице этих двух стран. Но если пришла более развитая страна, которая тебя колонизировала, то для простого населения это хорошо. Это для элиты плохо, местные элиты, которые теряют какие-то свои властные ресурсы. Но простое население, как правило, от колонизации живет только лучше. Знаешь, с тебя бы получился идеальный идеолог коллаборационизма. Я даже представляю эту картинку, когда идут такие гитлеровские войска, и с динамиком, ах, граждане красноармейцы, не сопротивляйтесь, потому что после победы ваша жизнь станет хуже. И такая статистика в листовочках и так далее. Ну, или наоборот. В принципе, тоже. Советский Союз мог или союзники могли то же самое, такую же аргументацию кидать. Понятно, что Гитлер это как раз тот пример, который потому так часто и приводит, что если бы, то он бы там всех уничтожил. И это действительно такой пример. То есть, там можно, конечно, спорить, сколько бы он уничтожил, но действительно бы многим жизнь бы на этом просто закончилась. Потому что он действительно уничтожал. Да, потому что он действительно уничтожал. И это редкий случай, но таких случаев вот еще за последние несколько сот лет, ну какие можно еще случаи такие привести? Их просто, да, в древности, когда племена просто захватывали охотничьи угодья другие, да, происходили геноциды, просто прямые геноциды. Завоеватели выходили и вырезали завоеванных. Но с тех пор, как страны научились эксплуатировать, ну элиты стран, эксплуатировать вновь присоединенные территории, как правило, при захвате территории и переходе от одной стороны к другой, или потере независимости, перераспределение в реальных ресурсах происходило только между элитой той территории, которую завоевали, и элитой той территории, которая завоевала. Жизнь простого населения не менялась. А даже если она где-то менялась, когда были религиозные все вот эти вот там давления, потому что, ну это опять-таки, это же, что религиозные манипуляции, что патриотические манипуляции, они совершенно одинаковые в этом смысле. Они на самом деле на благосостояние влияют только негативно, на материальное благосостояние. Они заставляют воевать за выдуманной сущности. А с точки зрения реального благосостояния, переход территории с одной стороны в другую, при равном уровне развития этих территорий, еще раз оговорюсь, он ни на что не сказывается. Хорошо. На этом закончим, потому что я думаю, что, в общем-то, мысль понятна, и ты ее несколько раз повторил, и фактами дополнил. Вот. Хорошо. Потом с тобой договоримся про следующую тему. Ну, я думаю, что многим читателям, зрителям, потому что я текстовую версию тоже дам, будет интересно это послушать. И самое главное, я думаю, что многих рванет, потому что, ну, то, что ты говоришь, это настолько вызывающе, нагло. Ну, и при этом очевидно, что это будет взрыв. Хорошо. Спасибо тебе. Ладно, давай. Давай. Счастливо. Пока.